Привет, ребята! С вами Каиса и я продолжаю проходить Resident Evil 3 Nemesis с улучшенными HD текстурами, ПК-версию. И сразу хочу сказать, прошлая серия оборвалась, вы могли заметить в каком месте. На самом деле я прошел куда дольше, у меня вылет случился внезапный. Случился вылет у меня в начале игры, в том месте, где сжирают Дарио, я полез в контейнер и в этом контейнере я завис. Все, завис и потом игра вылетела. Вот, так что придется перепройти чуть-чуть, хорошо хоть сохранение не так далеко, хотя все равно я прошел прилично. Сегодня я планирую допройти игру. Так, восьмое сохранение, хорошо хоть сейвы никуда не исчезли. А, кстати, и спасибо Низерамусу, он подсказал мне, что я забыл порох в полицейском участке. Я как раз буду туда возвращаться. Но сейчас я пойду сражусь с Немезисом. Вы это уже могли видеть, как я идиил. Все то же самое буду делать, как... То, что я и делал. Ничего выдумывать не буду. Там 20 минут разница это была. Поэтому пойдемте сейчас сразу сразимся с ним. Да, я, наверное, опять много потеряю. Но что поделать. Так, тут сейчас закрыто. А, ну правильно. Я же еще ничего... Я только открыл, да, вот эти вот створки. Так, тут у нас гранатомет. Вот, берем гранатомет. Вооружаемся. Так, я сейчас сделаю опять этот выбор. Уйти через запасной выход. Хотя, чистотеологически это... Ну, дурацкий выбор. Мне больше нравится током их... Прибить всех. Так, и вот такая вот опять сцена. Так, ну что ж, дубль 2. Ты где? Так, он меня уже до опасного довел состояния. Так, не получилось у него выстрела. Так, у меня еще нормальное здоровье. Готов. А в этот раз я намного лучше его. Намного лучше, экономнее. Так, берем часть А. Хороший дробаш. Так, пока перезаряжу вот этот. Кстати, не советую выходить вот сюда. Там толпа зомби ходит. Так, берем предохранитель. И все, сваливаем отсюда. А, дальше что я делал? Я возвращался к трамваю. Вот что я делал. Там будет дополнительная сценка с Михаилом. Ну, точно так же я поступлю сейчас. Ничего не буду менять. Все то же самое. Так, тут все зачищено. Так, надо скинуть что-то. Гранатомет, хилки. Следующая встреча у нас не скоро еще будет. Пустой гранатомет. Так, часть А пока уберем. Дробовик, дробовик оставим. Так, порох Б у меня есть еще. Неплохо. Так, ну что ж. Бежим к трамваю. Я вставлю этот предохранитель. Покажу вам ту сцену. Тоже было дело. Да, тут подкрепление бригады зомби вылетело. Так, надо бы и этого мочкануть тоже. А то он может встать. Внезапно. Так, тут я кого-то оставлял. Я не помню. А нафиг на я тебя оставил? Я его лучше прибью. Так, ну этот пусть валяется. Так, бежим к Михаилу. Спасибо за субтитры. Ты имеешь какой-либо желание смерти? Мои люди... Они были убраны от этих монстров. Я не могу остановиться только потому, что я уничтожен. Но вы не видите, что эти монстры, они также враги от Умрелла? Ты отказываешь меня, чтобы их выставить? Вы не понимаете что-то. Мы действительно не связаны с компанией. Нет причин, чтобы ни от нас принимать ответственность от этого шага. Я знаю это. И сейчас это единственная причина, почему я пытаюсь кооперировать с тобой. Так, вот мы заходим в трамвай. Смотри. Я чувствую себя так полезным. Не, ты стреляешь сильно, и у тебя болезни, чтобы убрать. Но я еще жив. Мои люди... Не думай об этом сейчас. Просто... Я не могу спасать моих людей. Похоже, Михаил больный, и он очень страдает. Так, давайте ставим сюда предохранитель. А теперь я пойду на бензозаправку. Вот что я делал после... Да, собака, кстати, пропала отсюда, которую я не убил в первый раз. Она вообще исчезла. Так, гаечный ключ у меня с собой. Это хорошо. Так, вот на тебя бы не напороться. разлегся тут... На полу. Так, сейчас тоже будет интересная сценка. А, уже открыто. Да, что-то... Я же порох уже брал здесь. Точно. Да, сюда пришел Николай. Обычно... Тут чаще всего с Карлсом приходится Джилл... Иметь дело. Но... Если вот такой вариант... Так, ну что ж... Давайте... Решим вот тут... Головоломку. Я всегда эту головоломку решаю, ну... Методом тыка. Опять надо, чтобы... Была только А. Так, есть. И опять А. Ни хрена себе. Три раза буковка А должна загореться была. И мы берем моторное масло. Окей. И тут кое-что случилось. Вот мне интересно, как Николай уцелел... После такого. Видно, это не каноничный расклад. Ну, потому что сейчас увидите. Ну да, очень странно, как он мог уцелеть. После такого. Ни хрена себе там взрывает. Так, ладно. Мы взяли первый компонент только. Моторное масло. Но нам еще надо кое-что найти. Так, сейчас я уже буду возвращаться. Возвращаться... Далеко назад. Кстати, забегу в полицейский участок. Надо отмычку взять. Надо взять отмычку будет. Так, пока дробашек пусть у меня будет. Так, будет... Здесь пройдем быстрее будет. Сохраню себя в другом месте где-нибудь. На его лице выражение боли и безумный огонь. Так, это понятно. Вот кто сейчас будет? В первый раз у меня были химеры. Хотелось бы сейчас кого-то другого. Но нет. Все же химеры, да? Я не буду их убивать. Вот эту машину, короче, мне уже не открыть будет. С ними проще не сражаться. Их проще обижать. Так, уберу спрей. Возьму отмычку. Нож мне не нужен. Зажигалка вроде тоже не нужна. Так. Это, кстати, можно пока убрать. Так, все, сейчас я направляюсь в полицейский участок. Тут я тоже вроде уже все брал. Так, пока тут ничего не будет. А вот потом будет... Сюрприз. Так, вот. Нам надо гидран сейчас открутить. Использовать вот здесь вот. Разводной ключ. Пожарный шланг. Все, берем пожарный шланг. И разводной ключ нам больше не нужен. Выбрасываем его. Так. А тут у нас сейчас, по-моему... Химеры. Одну прикончил. С помощью бочки. Одним выстрелом. А вот кто впереди у нас... В первый раз вот у меня были зомби. Но если сейчас будут собаки, это хуже. Хотя... Хотя... Хотя, ладно. Хрен с ними. Пусть будут собаки. Так, пойду схожу... В полицейский участок. Как я мог забыть про тот порох? Я ведь упоминал его. Порох. Б, между прочим. Кстати, я вот теперь не знаю. Может мне... Гранаты азотные уже начинать делать. Так, вот он. Берем порох Б. Все. Больше нам ничего не надо. Теперь мы возвращаемся... В сейв-рум. Вот там вот, где надо пожар потушить. Там я тоже уже все сделал. В прошлый раз, вчера. У меня савсприн был пароль. Не знаю, какой сейчас будет. Но мне кажется, не поменяется. Хотя... Тут же рандом. Все может быть, в общем. Тушим пожар. Отлично. И нам больше не нужен вот этот. Так, а сколько у нас всего порохов? Давайте посмотрим. Порох Б у меня есть. Порох Б у меня есть. И еще один порох Б у меня есть. То есть всего два пороха, да? Так, пока не буду сохраняться. Патронов у меня тоже. Так, надо вот это взять. Моторное масло. И все. 50 патронов к дробовику. Неплохо. Довольно таки неплохо. Так, тут вот эти мракобесы. Эх, черт, он меня поимел. Он меня поимел. Че, он жив еще? Че, он жив еще? Готов. Так, заходим сюда. Так. 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 Да, Карлосу нелегко пришлось, ему пришлось застрелить товарища своего. Бизнес-факс. Уведомление о заказе. Спецпрепарат VTJ98 показал высокую эффективность при выращивании опытных образцов модели NET. Просьба подготовить материальную базу для налаживания регулярных поставок препарата. Шестая лаборатория европейского филиала Амбрелла. Так, тут также есть спрей. Что тут еще? Ничего примечательного. Доклад менеджера. Перед тем, как вы вступите в новую должность, позвольте дать вам несколько важных советов. В фармацевтике качество любой продукции нестабильно и быстро ухудшается при изменении температуры или влажности воздуха. В частности, это касается склада, где необходимо установить режим особого температурного контроля. Руководитель должен лично проверять его ежедневно. Полагаться в этом вопросе на автоматику не самая лучшая идея, ибо машина это всего лишь инструмент в руках человека. Доступ к складу нужно тщательно контролировать, ведь там, помимо всего прочего, хранится множество сильнодействующих препаратов. Если они начнут пропадать, у вас будут большие проблемы. Хотя дверь склада постоянно заперта, когда вы открываете ее и запускаете туда сотрудников, в обязательном порядке проверяйте всю их документацию. Если заметите что-то подозрительное, немедленно свяжитесь со своим руководством. Также нужно внимательно следить за любым сотрудником, которому известен код доступа к складу. Вместо использования сложного пароля рекомендую просто почаще обновлять его при поступлении в продажу новой продукции. Пароль вводится через компьютер администратора. Так, вот эту дверь нам надо открыть. Давайте посмотрим. Вот пульт, посмотрим рекламу. Аквакюр в этот раз. Препарат называется. Так, ну что ж, аквакюр так аквакюр. Давайте вобьем вот этот пароль в компьютере. Аквакюр. Так, пароль подтвержден. Отлично, мы открыли дверь. Идем туда. Так, что у нас тут есть? Вот то, что нам нужно. Это масляная присадка. Смешиваем ее с моторным маслом. И получается масляная смесь у нас. Так, а сейчас кое-что будет. Тут большая толпа зомби. Я даже не знаю, как их раскидать. А, все. Можно и так это сделать, в принципе. Ничего страшного не случилось. Ну, потратил сколько-то патронов. Так, не хочу, мужики, с вами иметь дело. Так. Двоих. Пришип. Так, все, я убегаю отсюда. Я отсюда убегаю. Так, кстати, эти пропали. А, нет, я их убил. Точно. Так, теперь я хочу сохраниться. Сохраниться. Да, я давно не сохранялся. Я потому что сейчас опять пойду туда, к Дарио. Так, что с собой взять? Спрей. Уберу пока. Возьму ленту. Так, квадратная рукоятка мне сейчас понадобится. Кстати, можно гранатомет взять еще. Так, ну, давай. Сохранимся. Отлично. Так. И возвращаемся в самое начало игры. Вообще в самое начало. Ну, тут тоже как-то, ну, в общем, не все тут весело. А, тут еще один был, да? Ладно, я не буду всех уж убивать. Тебя оставлю пока. Живи. Так, вот у меня тут не было ворон в прошлый раз. Так что, рискуем. Откручиваем вот здесь вот. Так, и берем гранаты. Берем 18 гранат. Так, валим, валим отсюда, валим. Так, вот здесь я... Ух ты! Что-то я про тебя забыл. А, блин. Тут он один, да? Сколько у вас здесь, ребята? О! Этот лежит еще притворяется. Ладно, не жалеем патроны. Убиваем всех. Так, ну, тебя не буду трогать. От тебя проще убежать будет. Ух ты, блин. Да ты чё? Так, вот сейчас я... У меня, кстати, места мало. Не влезет все, что я хочу. Кстати, а какой порох-то мне делать? Хе-хе. Я вот даже не знаю, из чего. Я, наверное, буду делать порох. Азотные гранаты уже начинать делать потихонечку. А не имба против Немезиса. Так, вот не будем тут стрелять. Вроде, если тут не стрелять, то будет все нормально. А, хотя влезет весь порох, который тут есть. Так, что тут у нас? Дневник Дарио. Проклятие. Неужели это кто-то прочтет? По крайней мере, после того, как меня загрызут эти твари, солдатам, оцепившим город, будет над чем поржать, когда они обнаружат мой труп. Конечно, я понимал, что жизнь простого торгаша может оборваться внезапно. Но я и представить не мог, что таким будет мой конец. Я не хочу умирать. Я просто не готов. Моя жена, дочь, мать, погибла вся моя семья. Но сейчас это уже не важно. Моя жизнь, вот единственное, что имеет значение. Ведь я еще столько всего должен сделать. Прежде чем стать коммерсантом, мне следовало попробовать себя в писательском деле. Это то, к чему я всегда тяготел. Но моя мать постоянно твердила мне, у тебя еще вся жизнь впереди. Зачем я вообще ее слушал? Этот мир мог бы запомнить меня, как выдающегося новеллиста Дарио Россо. Так, валим отсюда. Нам тут делать нечего. Больше. Так, и ты мне тоже не нужен. Так, ну я даже не знаю, что мне сделать. Гранаты? Или не гранаты? Так, тут я одного оставил. Надо про него вспомнить. Так, друг. Ты мне не нужен. Кстати, а что там по файлам? Я пропустил какой-то, да? Нет, пока все собрал я файлы, кстати говоря. Ничего пока не пропускал я. Так, ладно. Задумал, так задумал. Давайте. Нам нужно смешать пор х и пор их б. Пор их х и пор их б. Получится пор их ц. Потом еще раз так. Потом цц сделать. Вот, муха цц. И 10 замораживающих гранат. Вот это вообще хорошие, хорошие гранаты. Вот если я еще два красных найду пороха, будет здорово. Так, отмычку, наверное, можно убрать пока. Не знаю. Зачем она мне? Хотя гранатомет, может быть, стоит и взять. Так, ну тут спрей и лента, ладно. Все, идем потихонечку. Потихонечку. Так, тут один живой. Я проще убегу от него. Связываться с ним еще. Так, тут синяя трава, кстати, есть. Я не собирал ее. Так, тут, по-моему, еще что-то нехорошее будет. Да, именно вороны. Вылетели. Так, а тут землетрясение сейчас. Асфальт из-под ног ушел. Так, и у нас два варианта. Два варианта. Ящики скатываются. Либо забраться наверх, либо спрыгнуть вниз. Давайте спрыгнем вниз. В принципе, ничего страшного в этом нету. Мы зато окажемся в таком, в редком месте. Видите, довольно-таки редкое местечко. И тут... А, блин, тут... Пиявки тут. Вот такая вот хрень. Отвалите, пиявки. Да, это канализация. А, это червь, наверное, торчит здесь. Так, ну тут вороны, да. В общем, мы и сделали такой кружочек. Так, продвигаемся дальше. Не нужны мне химеры. Хотя это даже не химеры. Я не помню, как их зовут. Тут, кстати, больше никого нету. Кстати, не знаю зачем. Но здесь можно спереть вот эту штуку. Но она не нужна вообще. Но ее можно спереть обратно. Так, тут у нас тихо. Вроде бы тихо. Так, а вот сейчас готовимся... К схватке с Немесисом как раз. Еще один бой. Берем замораживающие гранаты. Проверим их в деле. Так, берем смехи. Сколько у нас всего смехи? Две. Ладно. Возьмем этот подсумок. Со спреями. Отмычку, наверное, можно выложить. Да и пистолет тоже. Так, надо сохраниться. Надо сохраниться. Лента у меня дофига. Так, заряжаем вот эти гранаты. Замораживающие. И готовимся. Так, тут у нас вороны. А тут у нас сейчас будет сюрприз. Глядите, он уже лег. Ему уже хорошо от этого. Так, ну-ка. Так, надо подлечиться. У меня еще одна такая граната. Так, теперь я заряжу обычные гранаты. Все. Готов, Немесис. Готов. И мы берем вторые части дробовика М-37. Пойдем сразу соединим обе части. У нас сейчас будет классный, классный дробаш, короче. Обрез такой бандитский. Кстати, у нас впереди еще один босс сейчас будет. Даже не один. Так, ну-ка, соединяем. Вот у нас. Вестерн. Специальный вестерн. Давайте посмотрим. Вестерн М-37. Специальный. Оснащен особой системой перезарядки. Эффективен в ближнем бою. Стреляет дробью 12. Да, он хорош только в ближнем бою. Убираем обычный дробаш. Он нам больше не нужен. Так, три спрея пусть будут со мной. Что мне взять? Кстати, у меня есть два пороха. Я могу себе патронов сделать еще. Ладно, не буду делать. Пускай пока будет так, как оно есть. Перезаписываем. Так, там зомби, что ли, пришли откуда-то? Опять нарисовались. Так, ну бежим дальше. Но особо не радуемся. Сейчас будет червяк. Есть два варианта. Сбежать просто от него. По-быстрому все сделать. Либо сразиться с ним. Я попробую с ним сразиться. Да, это будет затрата, конечно. Ресурсов. Но я редко это делал. Редко я с ним сражался. Чаще убегал. Так, вот этот червяк. Так, вот этот червяк. Ну ты где? Так, вот эти червяк. Так, вот этот червяк. Ага. Тут... Надо успеть его подхватить. Хотя он тоже тут меня задевает. Не знаю, сколько ему надо гранат напихать. Но пока маловато, вот. Вы можете заметить. Он еще живучий, гад. Нет, еще живучий. А, нет, все. Ушел. Прогнали червяка. Много, конечно, я потратил гранат. Но зато мы спокойно. Теперь можем нажать вот эти выключатели. Аварийный источник питания. Нажимаем. И тут тоже. Аварийный генератор. Нажимаем. И опускаем лестницу. Мы оказались уже здесь, да? Так. Так. Вот сейчас я рекомендую пойти сохраниться. Опять-таки. Так, а мы же не сможем пройти? Или тут уже мы не пройдем? Не, мы сможем пройти. Хоть тут и случилось землетрясение, но пройти мы можем. Я просто думал уже после этого нельзя будет вернуться назад. Но нет. Оказывается, можно. Так, ну что ж. Пойдемте сохраняться. Мы проваливаем из этого места. Так. Я вот даже не знаю. У меня есть порох Б, еще две штуки. делать из него что-то, не делать. Наверное, не буду я ничего делать. Так, отмычку возьму с собой на всякий случай. Зажигалку не буду брать. Ладно. Так, сохраняемся. Убираем ленту. Да, слышим зомби. И бежим к трамваю. К трамваю. Наверное, гранатомет я возьму с собой. Еще шесть гранат есть. Хоть он и не скорострельный, гранатомет, но все же гранатомет есть гранатомет. Он получше дробовика. Так, ну что ж, заходим в трамвай. Михаил что-нибудь скажет? Нет. Вставляем масляную смесь. А, кстати, в этом случае нам Карлос даже не дает никакие гранаты. То есть, этот вариант еще сложнее получается. Так, мы... Кстати, я еще могу вернуться. А что будет, если я зайду с этой стороны? То же самое. Так, ну что ж, поехали. Валим, валим. Так, что-то случилось с Михаилом. Вы не можете покинуть вагон прямо сейчас. Так, ну давайте посмотрим. А тут опять Немезис. Эх. Ну что ж, посражаемся чуть-чуть. Так, я надеюсь, я еще выживу. Да, есть еще вариант спасения. Так, одна граната осталась. Все, нет гранат. Берем вот этот дробаш. Положили, Немезиса. Чhy! Нет. Нет! Нет. Нет. В банк. В, в каликах. ОМОН. Есть. Продолжение следует... Либо выпрыгнуть из окна, либо нажать на стоп-кран. Я выбираю стоп-кран. А Карлс выпрыгнул из окна. Так, вот мы куда-то приехали. Новое место. Перезарядим наш. Давайте посмотрим, куда мы вообще приехали. Это часовая башня. Да, и тут вороны, кстати говоря. Вот это вот плохо, что тут вороны. Берем быстро траву всю. Зеленую хотя бы. Так, тут, по-моему, закрыто с другой стороны, да. Нам только сюда вот. Можно пойти. Похоже, им очень давно не пользовались. Можно пойти сейчас в сейв-рум сходить. А можно пойти... А, нет, нельзя. По замочной скважине выгравлен символ часов. Значит, эту дверь надо еще открывать. Так, хорошо. Идем в сейв-рум. Вот тут у нас сейв-рум. Так, тут у нас куча пороха. Отлично. Собираем весь порох. И слышим какой-то странный звук. Давайте уберем спреи. В принципе, траву можно убрать немного. Возьмем наше зарядное устройство. Тут еще два пороха возьмем. Что я буду делать? Я буду делать опять СС. Замораживающий... 10 замораживающих гранат. Но гранатомет я, конечно, скину. Это на следующий бой с Немезисом. Очень подойдет мне. Так, что у нас есть? Пистолет надо взять. Наверняка патроны найдутся. Так, но не только пистолет. Тут вот что главное тут взять. Это ключ башни. Берем этот ключ башни. Больше ничего тут нету. Это алтарь. Хорошо. Давайте сохранимся тут. Убираем ленту. И начнем путешествие по часовой башне. Так, ну что ж. Ну что ж. Выходим отсюда. Да, патроны настолько дробашные сейчас. Смотрим забавный момент. Раскидаем тут толпу. Что, один что ли остался? Ну да, он тут остался один. Ну и живи тут один. Не буду я тратить дробаш. Используем ключ башни. И выходим. Картус, я не верю. Ты жива. Я не уверена, как мы будем от этого города. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Мы сделали! Ты не понимаешь. Они не хотят позволить нам сделать это вновь. Вы не думаете, что мы сможем верить их «грейд-эвакуацию»-план? Хм, это просто кусочек. Мы не имеем никакого выбора чем верить их сейчас. Так, и вот мы увидели сцену с Карлсом, который явно потерял мотивацию и опустил руки, но Джилл ему дала крепкого леща, и он ушел. Так, берем тут 6 гранат, окей, что еще тут есть? А, кстати говоря, вот тут тело наемника, возможно он погиб, сражаясь с зомби. У него есть кое-что, оружие-миномет называется, у него есть что-то в руке, план операции. Приказ команде ЭХО отряда UBCS. Зачистить центр города от инфицированных и эвакуировать выживших гражданских в здание часовой башни. При эвакуации отдавайте предпочтение служащим из филиалов Амбреллы. Оплачивается отдельно. Старайтесь все время быть на чеку, поскольку зараженные обладают большой выносливостью. И нападают без промедления. Порядок эвакуации. Первое. После завершения миссии или в случае невозможности ее исполнения, немедленно эвакуируйтесь. Второе. Оставьте один вертолет для дежурства на окраине Большого Сада, рядом с часовой башней. Третье. Используйте удар в колокол, как сигнал об окончании операции или оповещении о ее провале для всех подразделений в городе. Также тут есть спрей. Вот этот вот спрей я не буду брать. Я его оставлю для Карлоса, когда при игре за Карлоса будет вот этот спрей, чтобы тут был. Так, а тут у нас есть шкатулки. Вот это неправильная мелодия совсем. Старая музыкальная шкатулка. Мелодия играет неправильно. На крышке что-то написано. Ну да, тут какая-то... Кстати, откроем большие ворота. А вот еще одна шкатулка. Вот эта шкатулка играет правильно. Вверх, низ, вверх, 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 низ, вверх. Вот что это означает, наверное. Так, куда бы пойти, куда бы. Давайте пойдем вот сюда. Ого, тут зомби, да? Советую взять миномет. Не жалеть миномет. Оружие так себе. На зомби как раз годится. Так, что тут есть? Художественная открытка. Открытка с изображением антикварных часов. На ней напечатан следующий стих. Отдай свою душу богине. Сложи свои руки вместе и помолись ей. Тут есть лента. Берем три штуки ленты. О, кстати, тут зомбак валяется. Я его что-то не заметил сразу. Зарвем его миной. Хотя можно было и не тратить. Так, тут заперто. По замочной скважины выигрываем бог времени. Так, а что тут у нас? Ничего тут у нас нету. Так, тут кто-то жив что ли еще? Нет. Тут у нас очередной сейврум есть. Кстати, шахматы. Шахматная доска вот тут. Ох, три ленты. Надо смешать их. Так, гранаты. Уберу пока гранаты. Пусть будут тут. Так, что-то пистолетных патронов я прям не нахожу. Так, посмотрим, что тут у нас. Кто-то уже порылся в этом ящике. Сломано и не открывается. Вот отсюда, кстати, приходил Карлос. Так, поперли зомби. Давайте быстренько возьмем то, что нам нужно. Вот этот ключ башни. И свалим отсюда. Так. Нет, это не объединяется. Окей. Окей. Так, все, пошли отсюда. Теперь нам нужно наверх подниматься. На второй этаж. Тут, кстати, у нас пауки есть. Не советую вообще с ними сражаться. Да, они противные создания, но... Проще пробежать их. Так, вот тут, кстати, у нас кое-что есть. Выключатель освещения. Вы нажмете на кнопку? Проектор. Такой вот. О, две красные травы, кстати говоря. Давайте возьмем, сделаем одну себе смесь. Потом еще у нас были травы в ящике. Можно будет сделать. Прожектор, освещающий циферблат часовой башни. Так, вот тут у нас декоративная медная пластина. Вставляем ключ. И вылазит лестница. Этот ключ нам больше не нужен. Выбрасываем. Поднимаемся наверх. Вот тут у нас, кстати, музыкальная шкатулка. Нам нужно мелодию правильно сделать. Так. Перемещать переключатель вверх-вниз. Нет. Вверх-вниз правильно. Следующая. Нет. Надо вниз опустить. Следующая. Е надо вниз опустить. Так, следующее. Наверное, наверх это. Да. Все. Теперь давайте проиграем вот это, чтобы воспроизведем. Отлично. Мелодия сыграна правильно. И мы берем... Здесь находится ключ ожерелья Хроноса. Вот это ожерелье Хроноса комбинируем с вот этим вот. И получаем ключ Хроноса. Ключ, оформленный в стиле поклонения Богу Времени. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть лента. Три штуки. Потом серебряная шестеренка имеется. О, кстати, мины есть. Серебряная шестеренка сюда не подойдет. Точнее, чего-то не хватает. Есть попытаться ее вставить. Нам надо еще найти деталь. Так, убираем пока серебряную шестеренку. Так, я, наверное, мины возьму. Кстати, вроде их нельзя перезарядить. Ага. Они не перезаряжаются. Так вот. В обоим еще есть патроны. Надо эти отстрелять, мины. Так, ну пистолета у нас нету. Так мы его и не нашли. Так, кстати, можем себе смесь сделать еще. Так, вот сейчас бы я уберу, наверное, миномет. Да, убираю миномет. У нас две смеси. Где-то трава еще была одна. Да, вот она, трава. Так, ну что ж. Продолжаем. Берем гранатомет. Гранаты побольше. Сейчас будем сражаться. Ну, не знаю, вот этот на всякий случай тоже возьму. А, нет, я сохраниться хотел. Я хотел сохраниться. Сейчас будет еще одна схватка с Немезисом. Ну, кстати, можно ее избежать. Конечно. Но я решил все схватки по максимуму с ним воевать. Так, спускаемся вниз. Так, вот он пришел. Вот сейчас ничего не нажимаем. Дожидаемся, когда истечет время. Мы будем честно с ним драться. Ни свет, ни кабель использовать не будем. Так, я уже ранен. Это печально. Подлечимся. Так, вот сейчас, наверное, лучше смесь использовать. Так, он упал. Он упал, но это мало чего дает нам. Ух, закончились мои хорошие гранаты. Все, готов. Берем. Опять нам дали этот подаптечник, или как он называется. Зачем, я не знаю, но пусть будет. Мы теперь 6 аптечек в двух слотах можем таскать. Это круто. Зачем, правда, я не знаю. Кстати. Надо миномет обратно забрать, я думаю. Да и это тоже убрать. Так, где мой миномет? Я так и не нашел для пистолета патроны. Это прям беда какая-то. Это прям беда. Спускаемся вниз. Нам сейчас надо в то место, как раз вот, в ту зеленую дверь. Так, здесь пауки. Не обращаем на них вообще никакого внимания. Игнорим их по жесткому. Так, выбрасываем ключ. Здесь, кстати, опять пауки. И гранаты есть. У чайника тут так. И три паука. Ну, отбежал я пауков. Хотя, не знаю. Может, лучше их и убить. Ну, ладно. Так, что тут есть? Записная книжка наемника. 26 сентября. Прошло всего три часа с начала операции. А из всей нашей команды живых остались лишь я и Кэмпбелл. Это не передать словами. Численность зомби гораздо выше, чем нам говорили на брифинге. У этого города больше нет шансов. Нам дали с собой антидоты. Но вряд ли они сработают. Если мы столкнемся с более мощным типом инфекции. Не знаю, смогу ли я выжить на этот раз. 27 сентября. Пришлось расшибиться в лепешку, чтобы уцелеть. И, наконец-то, добраться до часовой башни. Но выбора у нас не было. По пути сюда мы прошли через настоящий ад. Я отнимал оружие у своих раненых товарищей. И использовал выживших гражданских в качестве приманки. Так я спасаю свою шкуру на полях сражений с самого детства. В башне я встретил одну юную девушку. Она одна из выживших и так похожа на мою младшую сестру, которая умерла от истощения прямо у меня на глазах. 28 сентября. Я хотел эвакуироваться как можно скорее. Но девочка отказывалась. Она сказала, что ее отец ни за что не покинет город, где покоится его любимая супруга. Мне искренне хотелось хоть как-то помочь девчонке. Но Кэмпбелл заявил наотрез. Единственное, что меня волнует сейчас, это наши жизни. Еще недавно я сам бы ответил так же. Но теперь часовая башня становится слишком опасным местом. Я больше не хочу совершать ошибки. Блокнот наемник. Наемник Абрелл. Вероятно, он погиб, пытаясь защитить чью-то дочь. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть еще мины, кстати говоря. Возьмем их. Пригодятся. И у нас тут есть резервный колокол часовой барж. Чтобы его сдвинуть, нужна невероятная сила. У Джилл не получится. Так, тут три камушка. Янтарь, обсидиан и хрусталь. И вот эти камушки надо правильно положить. Богиня будущего. Под картиной есть чаша. Богиня настоящего. И богиня прошлого. Я вот понятия не имею. Ну, пусть обсидиан это будет типа настоящее. Хрусталь типа прошлое. Хотя нет, наверное, уже неправильно. Это неправильный вариант. А если поменять местами янтарь с хрусталем. Сюда поставить янтарь в прошлое. А вот сюда поставить хрусталь в будущее. О, отлично! Сработало. Со второго раза я решил эту головоломку. Охренеть можно. Так, и мы берем золотую шестеренку. Со второго раза я решил эту головоломку. Это круто, конечно. Так, кстати, у меня 11 гранат. Кстати, я хочу этих пауков застрелить. Вот из миномета этого. Вот сволочи. Так, один готов. Черт, у меня миномет разряжен. Они еще живы! Я поверить не могу, блин. Они еще нахрен живы. Сколько их там еще осталось? Так, мне сейчас мелкие пауки доконают. Так, надо подлечиться. Ситуация критическая. Да, чтоб тебе мелкие пауки. Всех раздавлю. Все, готовы. Всех взорвал. Истратил весь этот чертов миномет. Но взорвал всех этих пауков. Хилку целую, блин, потратил на это. Эх, ну ладно, хил их много. Так, теперь возвращаемся. Нет, вас я не буду гасить. Как хотите. Все равно миномет это бестолковое оружие. Он мне не очень нравится. Так, я его уберу сейчас. Готовимся к боссу. Важному боссу. Обязательному боссу. Так, только чем его гасить, я даже не знаю. Вот понятия не имею. Чем я его буду гасить, на самом деле. У меня два пороха Б есть, конечно. Но этого явно будет мало. Так, давайте соединим эти шестеренки. Шестеренка Хроноса. Так, вставляем вот сюда шестеренку. Запускаем этот механизм. У меня действительно мало боезапасов. Так, надо сохраниться срочно. Шесть спреев в дорогу возьму. Но это много я возьму, конечно. Ну да ладно. Так, 11 гранат у меня есть. Спускаемся вниз. Смотрим ролик. Дальше. Подписывайтесь на канал. Смотрим. Смотрим. Это наконец закончено. Ну да. Не. 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 Ах. Эх. Empья. Это опасная форма Немезиса сейчас. Так, я не знаю сколько у меня здоровья, сколько я смогу еще выдержать. Но я бы скушал спрей уже один Эх, он меня пинает. Так, он лег один раз, окей. А у меня закончились патроны. Так, ну я не знаю, наверное надо использовать спрей еще один. Эх. Карл сейчас без сознания. Ох ты, черт. Сейчас я могу не выжить уже. Нет, я выживаю. Но лучше подлечиться. Еще один спрей. Живучий он какой-то. Все, готов. Отправляйся в топку. Не месяц и кусок. Три спрея я потратил. Охренеть можно. Охренеться. Карл! Карл! Джилл! Джилл! Эй, не дай мне! Джилл! Джилл! Октябрь 1, ночью. Я улыбнулся к звуке падающего солнца. Я не верю, что я еще живу. Я не верю, что я не верю. Я не верю, Джилл. Я не верю, Джилл. Я не верю, Джилл. Я не верю, что я не верю. Так, и мы теперь играем за Карлосом. Да, управление перешло к Карлосу. Возьмем с собой нож. А, кстати, спрея нету, да, у Карлоса? Нету. И три ленты есть. Давайте сохранимся. Так, автомат надо беречь. Вот этот автомат. Штурмовая винтовка М4-1. Установлен режим авто. Лучше пистолет взять. А лучше вообще постараться. Не сталкиваться ни с кем. Можно ли оббежать? Боюсь, что нельзя. Не получится, наверное, оббежать. Сейчас тут ничего. Тогда возьмем в руки пистолет. Установлен режим авто. Хотя нет, тут лучше из винтовочки. Установлен режим авто. Так, всех положил. Вроде как всех. Тут кто-то еще есть, что ли? Что-то никого не вижу. Да, но 13% винтовки уже израсходовал. Так, конечно, печально. Так, что тут у нас есть? Кстати, а что по файлам? Ну... Пока вроде ничего не пропускал. Да, вот тот самый спрей, который я оставил Карлосу. Тут все рухнуло, короче говоря. Так, тут, по-моему, вообще ничего нету. Если я не путаю. А, тут собаки. Собаки нам не нужны. Бежим отсюда. Так. Интересно, будут ли тут сейчас пауки? А, тут эти появились. Нафига я пауков тогда убивал? Так, тут вроде никого нет. Отодвигаем этот колокол несчастный. И... Выходим отсюда. Так, тут нам надо добраться до больницы. Есть бочечка волшебная. Болшебная. Которая объединяет всех. Зомби. Вот так вот мы сделаем. Закрыто на простой замок. Так, ну тут мы тоже в Ракун Парк мы не попадем пока. За Карлоса-то уж точно. Ой, блин, кто там сейчас будет-то? Кто-то там сейчас будет. Ладно, заходим в госпиталь. Тут сейчас такой момент будет. Это охотники. Убиваем двоих охотников, но получаем компенсацию. Две красные травы за это. Да, очень быстро расходуется автомат, конечно. Штурмовая винтовка. Так, больше тут ни хрена нету. Ну, две красные травы тоже неплохо. Так, что у нас тут есть? Сейв-рум. Еще три ленты. О, спрей, кстати, еще один. Имеется. В наличии. Так, спрей пока уберу. Это вот прям вот. Красные травушки тоже пока уберу. Так, пока не буду сохраняться. Посмотрю, что у нас дальше. Синяя трава имеется. Не знаю, брать ее, не брать. Давайте возьмем. Так, тут я не помню, где записки. А, вот что-то есть. Дневник главврача. Десятое сентября. На начальных стадиях у этих больных наблюдается сгущение крови и некроз тканей, что приводит к постепенному ухудшению их состояния. Под конец они и вовсе теряют человеческий рассудок, после чего восстановление становится невозможным, а эвтаназия бессмысленной. Ничего удивительного, ведь с медицинской точки зрения они уже мертвы. Эта болезнь просто чудовищна. Как только больные теряют разум, они начинают вести себя крайне агрессивно. Словно обезумевшие наркоманы или дикие звери, одержимые жаждой свежей плоти. 18 сентября. Сегодня к нам доставили еще одного больного. Несмотря на отсутствие ярко выраженных симптомов, их скорое появление лишь вопрос времени. За последние несколько дней я ни разу не сомкнул глаз. Я больше не могу смотреть на то, как мои пациенты превращаются в ужасных монстров. Я не сторонний наблюдатель, я врач, целитель. Даже если я погибну, мои медицинские записи, в которых я изложил основную суть данного заболевания, наверняка помогут найти лекарство. 26 сентября. Мы потеряли большую часть докторов и медперсонала в ходе столкновений с зараженными пациентами. Удерживать госпиталь в такой обстановке не представляется возможным. Наверное, это конец. Нам просто не хватило сил. Теперь я понимаю, что причиной всему был неизвестный доселе вирус, в борьбе с которым мы потеряли инициативу. Скоро боль. Мой разум угасает. Так, что тут есть еще? Ага, пистолетные патроны есть, отлично. 30 штук. Карты есть, карта госпиталя. И диктофон, вот что нам нужно, важно. Это диктофон. Вот этот диктофон надо использовать сюда. Так, используем диктофон. Так. А теперь я пойду сохранюсь. Я не знаю, какой там рандом будет. Я не знаю, зачем я синюю траву брал. Ох-ох-ох-ох-ох. Так, мне еще две зеленые надо где-то найти. Отыскать. Так, ну, сохраняемся. Охотники, охотники еще будут. Вот что печально. Так, у нас на выбор, по-моему, есть либо четвертый этаж, либо подвал. Куда поедем сначала? Сложно сказать. Очень сложно. Ну, давайте в подвал, что ли. В подвале тихо, на первый взгляд. Ручные телетележки и старое медицинское оборудование. Пока что тут тихо. А, тут, возможно, и не появится охотника, потому что я не вижу этой штуки. Так, что у нас тут такое? Еще есть пистолетные патроны. Это неплохо, довольно-таки. Колбы и мензурки. Должна быть якобы сцена здесь. Ну, окей. Давайте посмотрим. Что? Еще один гуни-пиджер. Что ты делаешь? Ты потерял свою голову? Насколько это легко, упомянуть его взаимодействие. Трейтор. Ты имеешь в виду, что я убил тебя? Да. Ты знаешь. Я с красным волосом. Я не могу поверить меня, и я не могу убить меня. Трейтор! Ммм. Николай. На, еще один бедолага наемник по ошибке себя подорвал. Так, ну мы идем вот сюда. Что нам тут нужно? Тут есть особые охотники. Гамма называется. Так, универсальную основу берем. Так, тут есть документ. Инструкция к медицинскому оборудованию. Медоборудование Амбреллы североамериканское подразделение Douglas Rover. Чтобы создать питательную среду вакцины при помощи синтезатора необходимо выполнить следующие подготовительные действия. Первое. Включите питание. Второе. Поместите в устройство универсальную основу. Подготовив устройство вы можете приступать к синтезу. В процессе работы вам предстоит управлять пятью регуляторами. При этом две шкалы сверху будут отображать колебания уровней синтезатора. Если вам удастся зафиксировать их индикаторы в центре питательная среда будет синтезирована автоматически. Так, очередная головоломочка. Надо вот сюда вот вставить вот эту вот штуку. Так, опускаем рычаг. Сливается вода. Вот эти гаммы уже опасны уже могут. Так, основу вставляем вот сюда вот. Активировать преобразователь. Я вот не помню какой. По-моему первый. И третий. Сверху. А внизу один только. Нет, не этот. Вот, отлично. Все. Берем первую часть вакцины. Питательная среда. Так, опасно. Сейчас будет сцена. Бежим нахрен отсюда. Даже не вздумаем с ним сражаться. Даже не вздумаем. Тупо свалим. Так, будет ли сейчас кто-то тут меня ждать? Нет, тут никого не будет. Значит, охотники будут в другом месте. Так, я бы пошел сейчас и сохранился. Ох ты, а тут уже зомби. Пошли нахрен. Пошли нахрен. Как их много тут, а? Так. Так. Е, нахрен. Я не знаю. Так. Так, еще один тут Завалялся, гад Все Уничтожили всех Так, понятно Значит, там будут охотники На том этаже Ладно, пойду сохраняться Я хотя бы сейчас сэкономил винтовочку Кстати, а где я найду зеленые травы? Вопрос Возьму-ка я одну с собой красную Сохраню сейчас Ленты все равно много Так, теперь пойдем за второй частью Вакцины Ну вот сейчас бы я уже взял винтовочку, конечно Так, едем на четвертый этаж Ага, видите? Тут вот эти штуки стоят Это значит, что тут будут охотники Так, 401 Ой Тут эти штуки Так, что тут надо узнать? Я вот не помню А, вот как раз две зеленые травы Отвалите нахрен Берем две зеленые травы Делаем одну смесь Тело доктора Он держит листок бумаги На нем напечатаны цифры 104 104 104 Так, запомним это Так, тут должны быть охотники Где вы? Убиваем двоих охотников Что у нас? 65% автомата еще есть Неплохо Так, что у нас тут вообще имеется? А, кстати Тут была вот эта штука взрывная Я мог взорвать ее Так, тут у нас фотография Ключ лазарета И фотография Фото D Мертвые умеют ходить Надпись на обратной стороне Т-вирус в действии Понятно Так, что там по файлам? Файлы тоже не пропускаю пока Все собираю По возможности Так, патронов я тут не вижу Ладно, идем отсюда Открываем лазарет Старайтесь не Превышать дозировку лекарств Так, нам надо двигать вот эту штуку По-моему По-моему Надо ее подвинуть Вот сюда И налево Как бы Зеркальные комнаты По-моему Вот сейчас налево ее надо Да Открывается эта панель Подвигается Так, а какой код-то? Я что-то не понял А, 104 Да 104 И мы берем Основу вакцины Смешиваем Питательную основу И все У нас есть готовая вакцина Валим отсюда Но Убиваем охотника Так, 54% автомата У меня еще есть с собой Так, нам на первый Тут уже никого нету Замечательно Валим У нас 4 полные силки будут На все про все Неплохо я так сохранил Так, нож мне точно не нужен Синяя трава тоже вряд ли пригодится Вакцину, кстати, можно убрать Потом ее достать Так, берем ленту И сохраняемся Сейчас пойдем Возвращаться будем назад Стараться Пока пистолет использовать Так, тут засада Надо валить отсюда Как можно скорее Смотрим ролик Взлетел госпиталь Ничего там от него не осталось Госпиталь разрушен до основания Так, а нам теперь надо добраться Быстренько Так, пиявки, пиявки, пиявки Ненавижу пиявок Да дайте пройти-то Ладно, используем одну смесь Всего три будет у нас Смесь Попробуем дать бой Немезису Главное, чтобы не дать ему Пройти до джилл Чтобы он не добрался до нее Отрываемся по полной На нем Он будет, конечно, меня лупать Сейчас Пытаться сбить с толку Ага Так Отлично Лечимся Так Есть у меня еще патроны Уф Вставай, Карлс Да что такое? Поймал, гад Ух ты Лечимся Ужасно я просто провожусь Бой Меня просто карает Он меня карает Так, у меня осталось только пистолет 20 патронов Есть, я его положил Я его все-таки положил Мне хватило Хватило патронов Ура Джилл останется только одна фаза Чтобы его добить Так, бежим к джилл А, тут, кстати, уже нет зомби Я должен помочь ей как можно скорее Так, мы старались Так, берем Вакцину Вакцину Так, и возвращается управление к джилл Что у нас есть? Ни хрена у нас нету Гранатомета нету Так, надо спрей пополнить, кстати Вот сюда их запихнуть можно Да, 20 патронов всего у меня Не густо Есть 5 мин Окей 5 мин это круто 2 пороха Б Можно сделать себе Если уж совсем Припрет Так, отмычку надо взять Вот что важно Нам надо еще одну фазу сейчас Не месяц загасить Тогда будет крутой бонус Выходим отсюда Вот сволочь Сразу давай нападать Что-то он присел Он присел Ты еще жив Он еще живой, гад Все, готов Готов Мы берем автомат Да, это тот самый Тот самый автомат Штурмовая винтовка М4-1 Так, я вот даже не знаю С чем нам сейчас идти Вперед Тут, кстати Что-то есть Или Ни хрена Тут нету По крайней мере Я не вижу Ничего Так, есть Синие травы Что тут? Ничего И тут уже никого нету Кстати говоря Все как будто Повымирали Так, ну вот здесь Не все, ладно Неплохо так взорвался Так, взрывайтесь оба О, одной мины Двоих Нет? А, нет К черту этот миномет Так, а мина-то не взорвалась В такой кромешной тьме Ничего не рассмотреть Мы использовали отмычку Отлично Так, ну что ж Что у нас тут такое? Что по файлам? Пока все Собирал я Из файлов О, кстати Мины Еще шесть штук И вот еще, кстати Шесть Мин прям Насовывают Тут Так Есть еще одна Открытка Фото Е Зомби атакуют Лента Что еще? И самое главное Самое главное Это ключ Ключ парка Вот что Самое главное Так Ну давайте Еще сохранимся Давайте Еще сохранимся Впереди Кстати у нас Скоро Босс Будет Поэтому Лучше не Расслабляться Особо Так Возьму-ка я Винтовочку Потому что Если сейчас Будут Охотники Сразу Они Могут Быть Где-то Ходит Черт А я уже Опасный Надо Спрей Принять Он Меня Чуть Не Убил Охотничек Так Куда Бо Пойти Сначала Сначала По-моему Лучше Пойти В эту Сторону Вниз О Зомби Здорово Мужики У меня Мины Есть Кстати А он Так Не Перезаряжается Почему-то Так Тут еще Один Должен Даже Не Один Че Еще Живой Что-ли Так Отлично Что тут У нас Похоже Охотники Опять Где ты Три Охотника Три Засранца Да Тут Была Конечно Бочка Похоже Он Был Застрелен В Упор Ключ Парка Вот Что Мы Берем В Его Руке Что-то Есть Письменный Приказ Наблюдателю Директивы Наблюдателю Браво 16 Первое Собрать Всю Информацию О Текущем Инциденте Следить За Бойцами UBCS Фиксировать Их Боевые Показатели Второе Полностью Уничтожить Все Скомпрометированные Предприятия Медучреждения И тому Подобное Где Могут Быть Данные О Лечении Третье Оценить Способности Испытуемых В боевых Условиях Завершив Миссию Эвакуируйтесь Согласно Протоколу Вам Строго Запрещается Помогать Кому Либо Кроме Других Наблюдателей А также Реквизировать Деньги Или Ценности Происхождение Которых Может быть Установлено Так Тут Заперто А тут Есть Хорошая Вещь Шесть Патронов Для Магнума Таких Нам Еще Не Давали Так Уходим Отсюда Кстати Если Не Очень Не Не Повезет То Охотники Могут Быть Еще В Третьем Месте А Именно Там Вот Здесь Вот Ну Вроде Нет Никого Карта Парка Берем Карту Парка Так Есть Три Зеленые Травы Это Неплохо Так Нам Надо Кое Что Сделать Сейчас Будет Лучше Посмотреть Вот Инструкция Две Черных Сверху Вправо Две Белых Снизу Влево Такая Головоломка Чтобы Открыть Эту Панель Спустить В воду Что По-моему Надо Вот Так Вот Делать Вот И Все Вода Спускается Вода Ушла Так Спускаемся По лестнице По-моему Пауки Или Кто-то Ну Какая-то Френь В общем Червяк Там Уже По-моему Негодует Мы Сейчас Короче На кладбище Очутились Возьмем Миномет Он Сейчас Будет Лучше Всего Подойдет Под Наши Обстоятельства Да Зомби Прямо Из земли Начали Появляться Последние Шесть Мин У меня Остались Тут Кстати Две Красные Травы Есть Это Замечательно Можно Сделать Смеси Так Вот Еще Лезут Лезут Гады Уроды Так Ты Что Еще Живой Что Ли Так У меня Четыре Мины Заходим Сюда Используем Ключ Парка Выбрасываем Его Так Вот Тут Хорошее Местечко Такое Дается И порох Дается Что Я буду Делать Из пороха Вопрос Вопрос Что У нас По Оружию Немного У нас Оружия Признаться Честно Тут У нас Кстати Тут Лежат Старые Инструменты Железная Труба Берем Трубу Так Надо Зажигалку Еще Взять Вот Заходим В Сейв Рум О Кстати Спрей Еще Один Лежит Тут Так Где наш Магнум Миномет Явно Надо Убрать Так Зажигалку Взять Отмычку Можно Убрать Вот Это Наверное Можно Тоже Убрать Ладно Пойдем Пока Под Дожжем Дровишки И Зажигалка Нам Больше Не Нужна Выбрасываем Ее Так А теперь Вот Этой Трубой Пробиваем Себе Проход Все Кирпичи Разламываем И Лезем В дыру Что Тут У нас Есть Есть Лента Три Штуки Есть Записка Доклад Наблюдателя Живучесть Инфицированных Субъектов Которых Я Видел В городе Просто Поразительно К примеру Даже После Выстрелов Жизненно Важную Часть Тела Они Способны Прожить Еще Несколько Дней Вез Обработки Раны Но Как И Ожидалось В результате Воздействия Вируса Или Смерти От него Зараженные Люди Демонстрируют Крайне Низкую Степень Интеллекта Сравнимую Разве Что С уровнем Насекомого Тем не менее Чувство Страха От вида Оживших Мертвецов Может стать Серьезным Преимуществом На поле Боя Другой Вариант Использования Создание Паники Или Подавлений Морального Духа Противника К примеру Если Мы Введем Вирус В военно Пленном А затем Отпустим Их Они Вернутся В свои Войска И превратят Их В зомби Подобная Тактика Может оказаться Весьма Эффективной В районах С высоким Уровнем Заражения Вирус Вызвал Специфические Мутации У животных И растений Несмотря На их Случайный Характер Они могут Стать Отличными Образцами При разработке Биооружия Я также Слышал Что здесь Вводится Гигантский Аллигатор Но едва Не погиб Наткнувшись На другое Исполинское Существо Обитающее Под землей Страшно Представить За счет Чего Оно Стало Таким Огромным Я столкнулся С Немезисом Он мог Запросто Заразить Меня Не зная Я о нем Заранее Если он Все еще Бродит В городе Значит Его миссия Не окончена Офицеры Старс Должны быть Чемпионы По выживанию Если они До сих пор Не погибли Но даже Они не смогут Держаться Вечно Так Тут у нас Есть Гранаты Обычные Берем Они Конечно Против Червя Могут Помочь Тоже Так Есть Ключ Парка Отлично Берем Еще Какая-то Записка Факс Из управления Компанией Внимание Проект Раккун-сити Отменен Наши Политические Маневры В Сенате Призванные Отсрочить Их планы Завершились Полным Провалом Всем Наблюдателям Необходимо Срочно Эвакуироваться Завтра Утром Армия США Начинает Проведение Операции Вне Всяких Сомнений Город Будет Уничтожен К рассвету Вы Взяли Факс Из управления Карта Раккун-сити На ней Отмечены Полицейский Участок И госпиталь Оборудование Настроено На автоприем Завтра Отмечены Участок Отмечены Оборудование Репети Участок Отмечены 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Замораживающих... Так, и пойдем сохраняться... так у меня еще два пороха b на случай всякие имеются так где мы это а вот он зарядное устройство так а вот из чего мне стрелять сейчас в червя так вот это против червя бесполезно заморозку лучше убрать это против немезиса только сохраняться мне сейчас и не сохраняться так сколько у меня мин осталось сказать 4 до может кстати полезет будет быть миномет моем случае ладно сохраняемся пока возьму гранатомет 6 гранат в принципе неплохо посмотрим что из этого выйдет попробуем сейчас так сразится есть все винтовка конечно магнум есть червь уже тут как тут так я 6 гранат уже в него выпустил может мины или магнум я даже не знаю может и мины кстати пойдут против него так ты где поля а а он и Все, так я себя задел, это плохо, надо подлечиться Так, мины все, есть два патрона дробовика Нет, давайте магнум Ну давай Выходи Где ты? Кажется я разнес его О, все, я его загасил нахрен Все-таки хорош магнум Кстати Был еще бы другой вариант Сейчас бы Можно было бы его убить Вот этими светильниками Но Я что-то его Раньше времени загасил Так, возьму пока винтовку Тогда Я могу забраться наверх По этой изгороди И спускаемся вниз Так, опасные Опасные создания Это пауки Пробегаем 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 Не обращаем внимания Там где-то была зеленая трава Надо бы ее закушать Так, тут никого Сейчас не будет Да, берем зеленую траву Нормально, все Ой, блин Товарищи Ребята Как вы не вовремя-то Черт, у меня больше патронов нету На вас, уродов Я хотел сохраниться Пойти Я, наверное, сейчас сделаю себе патроны Все же Те порохи Надо Расходовать В любом случае Так, миномет убираем Гранатомет Сейчас зарядим Вот этим Будет 10 Гранат Тоже убираем его Берем зарядное устройство Так, я вот даже не знаю Как лучше Объединить их 23 патрона Да, неплохо так получается От рыбовиков Так, и надо бы сохраниться 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 Так, ладно Надо подлечиться Наверное, сперва Или потом Ладно, потом В принципе, еще не критичное У меня состояние Я не знаю Отмычка понадобится Нет, не помню Так, есть еще Спреи Если что Сохраняемся Кстати, сейчас будет Выбор Выбор концовки Даже Варианты концовки Ого Нифига себе Я в стол попал Так, валим отсюда Вроде никого не было Это хорошо Это очень хорошо Так, используем ключ парка Больше нам он не нужен Выбрасываем его Так, я, наверное, возьму В руки Винтовку Так, что у нас По файлам, кстати Четыре файла Осталось найти Я ни один Не пропустил И тут у нас На выбор Два варианта Столкнуть его Или спрыгнуть вниз Я хочу его столкнуть Вот так вот тебе Но это Возможно Не каноничная Концовка будет Ну и пускай Можно, кстати, посмотреть Что там Случилось А ничего Просто По мосту Я уже не Пройду Не вернусь назад Никак Вот и все Закрыто Закрыто На электронный замок Считыватель Ключ Карт Так Вот тут у нас Должен быть Сейв рум Вроде как Карлос Джилл Слушайте Оченькerek Они Радоставляют Слайдить Миссии Летично В间 Это Время Слайд Levi Продолжение Слайд Столкнулся Слайд Это Большинство Повторим Они Так Извлек Слайд Рец Время Время Повторим Повторим Так, тут какой-то документ. Дневник управляющего. 25 апреля. Сегодня мне исполнилось 30. Это мой первый день на новом рабочем месте. И я рад, что здесь у меня нет таких строгих обязанностей, как в университетской лаборатории. 14 мая. Завершена установка системы утилизации. В ней будет использоваться особый вид газа. С его помощью мы уже можем расщеплять ткани подопытных. Тем не менее, система все еще нестабильна. Прежде чем вводить ее в эксплуатацию, нужно провести ряд дополнительных тестов. 20 мая. Когда я осматривал цех переработки, дверь внезапно захлопнулась, и я оказался заперт посреди этой жуткой вони. Я не мог выбраться оттуда в течение часа. У меня была с собой ключ-карта. Но после запуска процесса она бесполезна. 7 июня. Последняя партия подопытных была больше обычного. Все оборудование в ужасном состоянии. Персонал лаборатории не реагирует на мои замечания и меня. Это очень расстраивает. Проклятие. Чертов доктор Франкенштейн. 16 июля. Система не справляется с постоянно растущей нагрузкой. Качество химикатов, которые мы получаем для переработки, хуже не придумаешь. 29 июля. Число отказов системы растет вместе с количеством трупов. Уровень заражения повысился. Антитела, которые мы себе вводим, не справляются с новой мутацией вируса. Часть моих коллег уже инфицированы. Я продолжаю работать, но теперь все время ношу с собой пистолет. Последнюю пулю я оставлю себе. Мне хочется рыдать. Я не хочу умереть вот так. Только не здесь. Мне страшно представить, какой ужасной может быть моя смерть. Так. И тут есть печатная лента. Три штуки. Что еще тут? Спрей. Отлично. Возьмем с собой. Что-то есть еще. Ключ комплекса. Ключ комплекса. Неплохо. Так. Я уберу, пожалуй, спрей. Уберу ленту. Вот это тоже пока уберу. Так. Пистолетных патронов я чувствую уже не дождусь в этой игре. Так. Давайте сходим вот сюда. Тут, по-моему, что-то можно сделать. Так. Сюда нужен считыватель ключ-карт. Нет, не этот. Нажимаем на кнопку. Потом на эту. Потом на... Эту. Потом опять на эту. Вроде. Или нет. Нет, 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 нет. Вот на эту сейчас. А, нет. Я что-то не так сделал. Так. Вот сейчас сюда. Потом сюда. Потом опять сюда. И сюда. Все. Отключил здесь пар. Пульт управления питанием. Вот. Подадим питание к лифту. Питание систем безопасности восстановлено. И у нас зажгло здесь вот. Так. Нам... Теперь надо отсюда выйти. Но сюда мы еще вернемся. Позже. Да. Можно сохраниться опять-таки. Осталось немного совсем в этой игре. Главное сейчас не тупить особо. Так, сколько их? Две штуки было. Две штуки. Так. Вот. Использовали ключ. Так. Тут есть карта. Отлично. Так. А тут есть зомби. Где-то. Вот. Вот. Кстати. Системный диск имеется. Ой, сколько у вас тут, ребята. Сколько у вас тут. Четверых загасил. Ну-ка, иди сюда. Блин. Один патрон на ветер получился. Это печально. Так. Три травы. Три травы. Это круто. Одну использую. Две возьму с собой, наверное. Так. Хоть это и открылся, но... Заблокировано все равно. Надо еще что-то сделать, чтобы открыть. И у нас есть уже системный диск, кстати говоря. Заходим в лифт. Так. Так. Кто сейчас тут будет? Охотники? Нет. Зомби. О! Кстати. Посмотрите, сколько патронов. К дробовику. Не будем обращать внимание на этих зомби. Пускай... Хотя тут есть бочка. Хотя, ладно. Не будем ждать их. Пойдем просто дальше. Проигнорим. Так. А вот тут, кажется, охотники ходят. Ты кто? А, нет. Это не охотники. Это пиявки. Фильтр полностью забит. Из него вытекает жидкость с неприятным запахом. Это товарищи пиявочники тут балуются. Отвалите нахрен отсюда. Черт, они меня ранили. Опять. Ладно. У меня есть трава еще. Подлетимся. Так, тут еще три ленты. Сохраняться я пока не планировал. Что тут еще? Документ есть. Еще один. Руководство по безопасности. Безопасность комплекса. Поскольку наш комплекс внешне замаскирован под заброшенные предприятия, периодически сюда могут наведываться гражданские. В таких случаях немедленно открывайте огонь на поражение. Также, если они пожелают сдаться, арестуйте их и отправьте в лабораторию для проведения экспериментов. За это лаборатория выплачивает вознаграждение. Система безопасности. Внутри комплекса контролируются системы предотвращения заражений. Если инфекция будет обнаружена в перерабатывающем цехе или бассейне расщепления прототипов, эти помещения будут автоматически заблокированы в карантинных целях. В данной ситуации вы можете отключить блокировку системы согласно инструкции. Если заражение выйдет из-под контроля, полностью перекройте предприятие и ждите дальнейших указаний. Стреляйте в любого, кто попытается покинуть комплекс. Без разрешения. Вне зависимости от причины. Так, тут есть образец воды. Это неплохо. Это все неплохо. Так, уберу я, пожалуй, смесь. О, сейчас будет самая сложная для меня головоломка в этой игре. И я не знаю, как быстро я ее решу. Кстати, тут есть порох, три штуки, спрей также есть. Так, вот сюда надо пластиковую карточку вставить, вот. Отлично. Можно теперь, кстати, туда вернуться будет. Образец воды. Нет, не сюда его. Вот сюда. Давайте вставим. Надо, короче, из трех делений А, Б, С сделать вот такое, вот, сложить, как бы, чтобы наложить друг друг на друга, чтобы вот такая вот картина вылазила. Так, ну сейчас неправильно, конечно. Так, что посмотреть? Ну, я не знаю. Посмотрю, что в А не так. Тут много не так. Это точно не так. И это не так. И это не так. И это не так. Вот это, может быть, сейчас как раз правильно уже. Возможно, кстати. Назад. Так, в Б. Что может быть в Б неправильно? Это все, что угодно может быть. А может, в Б и все нормально, кстати. Может быть, в С что-то не так. 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 О-о. Нет, сейчас точно не то. Хотя. Хотя. Может и то. Фух. Сложно утверждать наверняка. Давайте попробуем Опять А Пошаманить Но это не то Это неправильно Явно что-то не то А тут не получается Такая картинка Значит вовсе правильно Мне кажется было Нет Надо в Б наверное шаманить что-то Что-то с Б не так Так, ну мне не кажется Что-то не так О! Гляньте! Все! Решено! Все совпадает Отлично Качество воды соответствует уровню безопасности Дверка открылась Блокировка снята Ультрафиолетовое излучение Очищает воду Так, что из этого пороха сделать? Кстати, можно для магнума патронов наделать Но Не знаю Не советую Хотя Ради экспериментов Все равно Все равно это последние порохи В игре Можно сделать Для магнума Будет у нас С-с-с-с Так, я спрей не взял, да? Там по-моему Приличное количество Патронов для магнума Сейчас будет 24 Неплохо, да? Так, что взять, а что оставить? Что взять, а что оставить? Так, я хочу пойти вот эту карточку сейчас использовать Так, пока с винтовкой похожу Или дробаш взять Даже не знаю Так, валим-валим-валим-валим Кто сейчас сожрут, блин? Так, их тут что-то дохрена стало Ну, убирайтесь Вон Я ноги прострелил Все, я сюда все равно больше не вернусь Так, пока не пойду сюда Потому что хочу сходить Сюда Так, вот тут ключ-карта нужна У меня этой ключ-карты нету Нет, это не эта карта А, вот сюда Это тоже не подойдет Да, это потом Все, это потом надо Ладно, тогда сохраняемся Будет немезида Ну, возьмем, конечно, вот этот гранатомет Он против него хорошо будет действовать Также возьмем наш подсумок Вот этот вот Траву, наверное, можно использовать уже Одну Там был слегка ранен Так, ну, можно и второй подсумок взять Не знаю На всякий случай Хотя столько получать повреждений Конечно, это стыдно должно Так, ну, пошли Пошли Гранатомет берем Сейчас будет одна сценка Очень Неканоничная Неканоничная У Katie У нас их неизвестна У тебя начинает Амута У того как в плохой А прежде есть У тебя Ух Гранатомет Некан Purыв Я Ж Так, и какое-то существо убило Николая. Кто это был? Не знаю. Поначалу я думал всегда, что это Немезис. Но сейчас вот у меня возникают сомнения. А нахрена Немезису убивать Николая? Тогда кто это может быть? Трудно сказать. Так, ну что ж, вперед и с песней. Предфинальный бой. Четыре минуты у нас всего. Всего, навсего. Так, тут два способа боя. Обычный или с использованием баллонов. Тут есть такие вот огнетушители. Точнее, не огнетушители, вот эти вот краны. Можно так убивать его. Так, ему что-то нехорошо тут стало, я смотрю. Так, ну опять тут нехорошо. Так, у нас есть дробаш еще. Хочу его все-таки сам уничтожить. Без этих баллонов. Вживучий сукин сын. Так. Надо бы подлечиться. Все, готов. Готов. Да, но хп у него много, стоит признать. Там выпала карточка. Вот. Из халата ученого ключ-карта. Та самая ключ-карта, между прочим. Вставляем ее сюда. И выходим. Миссили добавляем. Конфирм. Каждый персонал эвакурует. Именно. Да, уже подтверждена ракетная атака. Кстати, оттуда нельзя вернуться, по-моему. Дверь надёжно закрыта. Видите, она идёт утилизация. Так, тут опять зомбари. Раскидаем. Патроны уже можно особо не беречь. По-моему, вот тут вот можно открыть сразу. Тут тоже толпа идёт такая хорошая. Всех раскидал. Всех вроде. Так, тут две зелёные травы, кстати, есть. Так, ну я сперва вот сюда пойду. Наверное. Что с собой брать? Что с собой брать? Трудно сказать. Так, гранатомёт можно скидывать. Подлечиться. Немного можно. Это, наверное, уберу всё-таки. Так, ну, сохраняться пока не буду. Ладно, пойдём к лифту. А, нет, стоять. Я же не взял этот считыватель. Вот. Вот что нам нужно взять. Вот что нам нужно. Нет, сюда карточку. Всё, она нам больше не нужна. Ух, смотри, тут граната ещё есть. Зря я гранатомёт-то скидывал. 12 гранат, между прочим. А вот сюда пластиковую карточку.